Дополнительные гранты и возврат налога на прибыль. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе заседания Совета ПФО. В Волгаре откроется еще один детский сад. До конца года его обещают сдать в эксплуатацию. Когда мечты жителей сбываются, на улице Осипенко строят новую лестницу и удобную парковку. Готовят новую смену дубов. Студенты, волонтеры и общественники в городском парке сегодня собирали желуди для рассады. Более сотни работ художника с мировым именем, портреты звезд и пейзажи. В музее Алабина открылась выставка Никаса Сафронова. Дополнительные гранты и возврат налога на прибыль правительство России разрабатывает новые меры поддержки регионов с наиболее эффективной экономической политикой. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов на Совете ПФО. Мероприятие провел в Пензе полномочный представитель президента Михаил Бабич. В работе Совета принял участие и в Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Чем больше в регионе будет открываться промышленных технопарков, тем больше он получит поддержки из федерального центра. Тем из них, кто увеличивает прибыль, будут возвращаться суммы прироста налога на прибыль за предыдущие годы. Для этого региональным властям надо принимать меры по привлечению инвесторов. Одна из главных задач развития экономики – рост доходов населения. В следующем году у нас будет действовать два таких стимулирующих инструмента для того, чтобы подстегнуть субъекты Российской Федерации к большей инвестиционной активности. Это и продолжится в большем объеме поддержка субъектов Российской Федерации в виде грантов. Кроме того, новацией в следующем году будет возврат части прибыли субъектам Российской Федерации, которые зачисляются в федеральном бюджете. Сегодня региональные власти, субъекты Российской Федерации имеют целый набор возможностей для того, чтобы влиять на развитие конкретных секторов экономики, для того, чтобы создавать условия развития инновационных технологий, для того, чтобы оказывать существенную поддержку малому и среднему бизнесу. И я думаю, вот в этой части, конечно же, у местной власти, включая как региональную, так и муниципальную, возможностей очень-очень много. Самарским полицейским пришлось применить силу для задержания угонщика фургона. Ночью инспекторы ДПС, дежурившие на южном шоссе, обратили внимание на фургон, который при виде силовиков резко прибавил скорость и не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. На патрульном автомобиле полицейские догнали беглеца, заблокировали его машину и задержали. Для того, чтобы усмирить нарушителя, им пришлось применить силу. Оказалось, что за рулем фургона находился 19-летний молодой человек. Он угнал авто с улицы Революционной. Машина принадлежит фирме, в которой он работал грузчиком. Возбуждено уголовное дело. Еще один детский сад практически готов принять воспитанников. В дошкольном учреждении в микрорайоне Волгарь до конца года будет завершена отделка. Объект обещают сдать в эксплуатацию. Детские сады, школы, поликлиники вместе с жилыми кварталами. Это принцип комплексного освоения территорий. Олег Зверев оценил достоинства современного подхода. Объект высокой степени готовности. Детский сад на 240 мест до конца года примет первых воспитанников. На подходе еще один точно такой же. Учреждение строится по госпрограмме. Идея такова. Чем больше в регионе строится жилья, тем больше он получает федеральных денег на социальные объекты. Самарская область – один из лидеров жилищного строительства. В микрорайоне Волгарь в этом году будет задано больше 100 тысяч квадратных метров. Это специальная программа государства, где мы в свое время тоже участвуем и до сих пор участвуем. Это комплексное освоение территории. У нас тоже это комплексное. То есть все – и детские сады, и будет поликлиника. Комплексное освоение территории – современные направления в жилищном строительстве. Новоселам не надо искать, куда отвезти ребенка в школу или детский сад. Их строят вместе с квартирами. Одновременно решается вопрос благоустройства. Благоустройство – одна из составляющих комфорта. Газоны в Волгаре поддерживаются в идеальном состоянии. Этот двор называется Еловым. Здесь в основном деревья хвойных пород. Рядом строятся каштановый и сиреневый. Еще одно достоинство комплексной застройки – добросовестное управление кварталом. И, соответственно, невысокая квартплата. Жители знают, за что платят и как расходуются деньги. Со своей стороны жилкомхоз делает все для удешевления ресурсов. Во всех тепловых узлах идет автоматика на отопление, на горячую воду. И горячая вода приготовляется в тепловых узлах. То есть, нагревается она там. Все это заавтоматизировано. И, то есть, теплее на улице, немножко отопление поменьше, чтобы это поменьше можно было платить. Проект «Волгарь» рассчитан до 2025 года. В итоге здесь планируется разместить 60 тысяч человек. То есть, по численности населения небольшого уездного города. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. В России составлен рейтинг городов с самым доступным для аренды жильем. На какой строчке оказалась Самара, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце рабочей недели нефть теряет в цене. Баррель марки «Бренд» стоит 57 долларов 15 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 1 копейка. Евро 68 рублей 44 копейки. Золото стоит 2412 рублей. Серебро 31 рубль 60 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 10 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 35 копеек. Набор потребительской корзины оставят неизменным на ближайшие 4 года. Такое решение приняло правительство страны. По данным Росстата, сейчас средняя стоимость корзины 3839 рублей. В ее состав входят 34 продукта. В России составлен рейтинг городов с самым доступным для аренды жильем. В среднем семьи из двух человек тратят на аренду однушки от 20 до 35% своего ежемесячного дохода. Наиболее выгодные ставки в Нижнем Тагиле, Пензе и Стерлитамаке. Самара на 64 месте. На аренду однокомнатной квартиры в областной столице тратят в среднем 15 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! Новые парковка и спортплощадка. В Самаре по федеральной программе формирование комфортной городской среды до конца года приведут в порядок 196 дворов. Главное условие этой программы – активное участие жителей, которые сами принимают решение, что именно нужно сделать. На что пал выбор жителей дома 2А по улице Осипенко, знает Андрей Горгуленко. Грязные следы от автомобильных шин теперь в прошлом. Дом номер 2А по улице Осипенко обзаведется собственной централизованной парковкой. Именно о ней мечтали жители, подавая заявку в федеральную программу формирования комфортной городской среды. У нас здесь не было асфальта. И здесь месили грязь своими силами. Мы покупали крошку. И здесь и все равно. Машины нам тут месили грязь. Поэтому мы решили сделать все официально, чтобы нам здесь асфальтировать. Потом мы, наверное, сделаем разметочку, договоримся с нашими автолюбителями. И каждый будет на свое место и ставить. Отремонтируют и фасад дома, построят дополнительную лестницу, а также спортивную площадку с тренажерами и безопасным покрытием. Работу проводят по федеральной программе формирования комфортной городской среды в соответствии с пожеланиями жителей. Жители активно участвуют. Первоначально было с жителями все согласовано. Весь тот объем работ, который здесь предполагается сделать, они утвердили. В соответствии с этим мы и выполняем работы. Контролируют проект общественники. Для этого управдома и активные жители прошли специальное обучение. Если у них возникают вопросы, подрядчик сразу реагирует на все пожелания. Теперь у меня все жители смотрят в окно, выходят каждый день во двор. Так, не так устраивают, не устраивают. Достают материалы, которые им были раздаточные, собраны. Смотрят по картинкам. Так, не так. Если не устраивают, звоним подрядчикам. Они приходят, разбирают все наши проблемы вместе. Ремонт двора обещают закончить в середине октября. Всего в программе формирования комфортной городской среды участвуют 196 дворов из всех районов города. Жители могут выбрать любой вид работ, который посчитают нужным для своей территории. Озеленение, обустройство детской или спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт проезда, установка ограждения и малых архитектурных форм. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Акция «Живи лес» проходит в самарских парках. Волонтеры собирают желуди, чтобы потом вырастить из них саженцы дубов. Хороший ли в этом году урожай, узнала Лариса Шалафаст. Парк Гагарина усеян будущим посадочным материалом. Буквально 20 минут и ведро будущих дубов собрано. Своеобразная тихая охота идет по всему парку. Участие во всероссийской акции принимают больше 200 самарских волонтеров. В основном это студенты. Есть среди них и будущие экологи. Они тщательно отбирают каждый желудь. Конечно, приходится отбирать, потому что не целые желудьи. Есть риск, что они не прорастут. Поэтому, конечно же, приходится сортировать их. В принципе, занятия нетрудные. Природа, погода, все хорошо. В этом году именно в городских парках небывалый урожай желудей. В этом году средний балл урожая, где-то 2 балла. По сравнению с предыдущим годом, это значительно лучший балл, чем в том году был нулевой балл урожая. Первый этап акции «Живи лес» проходил весной. Тогда волонтеры высадили порядка 15 тысяч саженцев. Теперь на следующий год посадочного материала точно хватит. Вот эти желуди мы собираем, потом посаживаем в питомник. Выращивается посадочный материал, потом производится посадка в лесу. Вот эта акция нам очень необходима. Я думаю, что здесь может быть где-то килограмм 400-500, я надеюсь, соберем. Собирать желуди будут во всех лесничествах Самарской области. В результате акции планируют собрать более 2,5 тонн. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, События. Проблемы экологии нужно решать всем миром. Чистота городов, лесов и рек зависит от того, как относятся к ним и промышленные гиганты, и каждый человек отдельно. Тема охраны окружающей среды стала одной из главных на семинаре «Экология общества СМИ», который организовала общественная палата. Особую роль в вопросе чистоты участники семинара отводят средства массовой информации. Важно донести до каждого жителя страны, к чему приводят разбросанные окурки и оставленные в лесу бутылки после пикника. Каждый, кто хочет видеть природу чистой, должен позаботиться об этом. А леса, поля и реки еще пригодятся будущим поколениям. Чем больше будет целевых передач, просто информации, вообще-то еженедельно надо давать блок этот вот как-то комплексно продумать, чтобы это звучало на телевидении. Как основном средстве, так сказать, массовой информации, которую смотрит наш заинтересованный зритель. Далее коротко о других событиях дня. Водитель грузовика, сбивший дорожного рабочего под Тольятти, был лишен прав. Стали известны подробности аварии, которая произошла в Ставропольском районе. 26-летний водитель грузовика «Вольво-ФМ», житель Саратовской области, двигался по трассе М5 «Урал» со стороны Самары в сторону Тольятти. По версии полицейских, он проявил невнимательность, врезался в газель и снес металлические ограждения. Пострадал дорожный рабочий, его доставили в реанимацию больницы Середавина. В Самаре 58-летнему врачу-анестезиологу частной клиники предъявили обвинение в изнасиловании пациентки. Напомним, инцидент произошел 2 августа. Девушка пришла в клинику, чтобы сделать операцию по коррекции груди. По версии следствия, врач, воспользовавшись беспомощным положением пациентки, которая была под общим наркозом, изнасиловал ее. Сейчас Черников находится под домашним арестом. Свои вины он не отрицает, а произошедшее объясняет сиюминутным порывом, инстинктом, с которым не смог справиться. По уголовному делу продолжаются экспертизы. Жители Самарской области призывают активнее делать прививки от гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги вакцинации населения. На данный момент медикам удалось привить всего 14,5% жителей, а планировалось 43%. Врачи призывают население и работодатели принять активное участие в сезонной вакцинации, поскольку она позволяет предотвратить заболевания, избежать смертельных исходов и серьезных осложнений. Напомним, за минувшую неделю медики региона зарегистрировали почти 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Половина из них в Самаре. Три школы закрыты на карантин. На Московском шоссе запретят правые повороты. Запрещающие знаки уже появились на перекрестке с улицы Георгия Димитрова. В дальнейшем их установят на пересечении с улицы Зои Космодемьянской. Таким образом водителям придется съезжать с центральных полос на дублеры и уже оттуда сворачивать на прилегающие улицы. Кроме того, в ближайшее время большинство остановок общественного транспорта от проспекта Кирова до микрорайона крутые ключи перенесут на дублеры. Движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона будет закрыто с полуночи 30 сентября до 4 утра 2 октября. Это связано с тем, что на новой трамвайной линии к стадиону Самара-Арена сооружают стрелочные устройства. Изменения затронут маршруты трамваев 22, 24, 25. Кроме того, будет увеличено количество составов и сокращены интервалы движения маршрутов под номерами 5, 11, 12, 20. Его картины спасали человеческие жизни в буквальном смысле этого слова, заявляет автор. В музее Алабина открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Натюрморты, лирические пейзажи, сюжеты в стиле символизма. Всего более сотни произведений. Как среди портретов мировых звезд и глав государства оказалось изображение вождя племени аборигенов, расскажет Алина Чемерес. Одного из самых известных художников страны Никаса Сафронова посетители выставки встречают у входа в зал. После церемонии открытия экскурсия от автора. На стенах пейзажи, натюрморты, портреты знаменитостей. С некоторыми, рассказывает художник, знаком по долгу службы, с другими давно дружит. На выставке более сотни самых разных картин, в том числе выполненных в авторском стиле Dream Vision. Есть и неординарные сюжеты. Необычная серия на картинах, то ли люди, то ли звери, характера животных. Автор старался передать через человеческие образы. Не забыла про себя. Вот он, автопортрет художника. Сегодня Никас Сафронов входит в десятку лучших художников мира. Некоторые его картины уходили с аукционов почти за миллион долларов. Работа художника сегодня находится в ведущих мировых музеях, а также в частных коллекциях российских и зарубежных звезд. Художник творит в самых разных стилях и жанрах. Говорит, это помогает всегда быть увлеченным самому и удивлять любого зрителя. Свои работы пишет не для себя, а для людей. Вспоминает, однажды в американских джунглях, где во время путешествия экстренно сел его самолет, искусство помогло спасти жизнь всей команде. Самолет начал барахлить, и нам пришлось приземлиться на территории вот этих диких племен. Это было племя канималов, которые, правда, говорили, что они уже не едят там никого лет десять. Но на самом деле, кто их знает? Ну вот, я написал вождя, и графику, даже не очень удачную, я бы сказал, но ему так понравилось, что нас тут же освободили. В противном случае, мы могли бы быть просто уже съедены с овощами и фруктами местного такого. На выставку в Самару Никас Сафронов привез избранные работы. Все они из его мастерской. Экспозиция уже обрела поклонников на Украине, в Казахстане, в странах Европы и Азии. Есть на что посмотреть, о чем подумать, что представить, в принципе, постараться понять художника. Я считаю его одним из величайших художников нашей современности, потому что прекраснуться прекрасно всегда это очень хорошо, прекрасно. Пришла получить новое вдохновение, люблю рисовать. Очень интересно, что сочетание цветов, четкость, естественность. Выставка Никаса Сафронова пробудет в музее Алабина до 26 ноября. Также художник планирует провести мастер-классы и творческие вечера. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. Одной борцовской секцией в Самаре стало больше. Свой спортивный клуб открыла Анна Сараева. Участница Олимпиады в Сиднее и чемпионка Европы, которая уже более 10 лет выращивает профессионалов. Новости спорта продолжит эфир. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Воспитывать чемпионов дзюдо всероссийского и даже мирового уровня. В Самаре открылся новый борцовский клуб одного из ведущих тренеров Самарской области Анны Сараевой. Среди почетных гостей глава Советского района, руководителя областной федерации дзюдо и Приволжского федерального округа. Чем больше будет залов, тем больше детей будет приходить, тем, конечно, это важно для нас, для развития нашего вида спорта. Чемпионка страны и победительница этапа Кубка Европы Анастасия Конкина выступает с товарищами по борьбе на открытии клуба дзюдо Анны Сараевой. Титуловная спортсменка уверена, это самый лучший в Самаре зал для тренировок. Не только для начинающих. Здесь есть, где развернуться и мастерам спорта. Открытие этого зала ждали очень долго. Вот как я пришла вообще в спорт, мы все время мечтали, чтобы у нас был именно свой клуб, и, наконец-то, эта мечта осуществилась. Мы вместе планировали, как здесь что будет, где канаты висеть, как ковер разложить. Тут дело все в тренере, на самом деле. Анна Александровна – это как раз тот тренер, который может вырасти чемпионов. Могу сказать это на собственном опыте. Анна Сараева в прошлом сама успешно выступала на соревнованиях чемпионка страны, двухкратная чемпионка Европы. Не одно десятилетие передает свой уникальный опыт молодым спортсменам. В своем клубе талантливый тренер решила воспитывать будущих победителей среди детей из малообеспеченных семей. Я много ездила, много видела спортивных залов. Сама тренировалась в более скромных условиях. И, конечно, всегда мне хотелось, чтобы были специализированные оборудования. Поэтому у меня здесь канаты, у меня здесь чучело, у меня здесь полусферы, фитоболы. То есть все, чтобы детям было интересно тренироваться. В клубе дзюдо 4 зала, 2 для борьбы и столько же для физподготовки. Анна Сараева ждет к себе на занятия всех желающих мальчишек и девчонок от 6 до 15 лет. Мастер уверена, ее спортсмены на соревнованиях без медалей не останутся. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! В чаши стадиона Самара-Арена готовят основу для футбольного поля. На нее ляжет рулонный газон толщиной 30 миллиметров. Поле после посева и врастания упрепят прошивкой специальными полимерными нитями. Это гибридный газон, он более долговечный. Сейчас на стадионе работают более 2,5 тысяч строителей и 177 единиц техники. Готовность Самара-Арены 70%. Самарский стадион посетили участники 6-го операционного визита FIFA и Оргкомитета России 2018. В целом эксперты остались довольны. В Куйбышевском районе Самары после реконструкции открылся стадион «Нефтянник». Реконструкция спорткомплекса началась в 2013 году. И спустя 4 года устроены трибуны и коммуникации. Искусственное покрытие футбольного поля и беговые дорожки. Отремонтировано помещение для тренажеров и боевых искусств. Все сделано по самым современным стандартам. «Нефтянник» стал одним из обновленных спортивных сооружений города. Тренд на здоровый образ жизни сохраняется. Всего за последние несколько лет в Самаре построено 70 стадионов и физкультурных площадок. К чемпионату мира по футболу в Самаре активно готовится и обслуживающий персонал. Кондукторы и водители общественного транспорта скоро заговорят по-английски. Обучить языку за счет перевозчика планирует около 1000 человек. В программе 36 часов иностранного и 18 часов краеведения. Подтянуть знания иностранных языков предстоит экскурсоводам и сотрудникам гостиниц. Встречать гостей на понятном им языке готовятся рестораны. Во многих заведениях выпущено меню на английском. Еще один детский сад на 240 мест практически готов принять воспитанников. Учреждение построено в Самарском микрорайоне «Волгарь». На подходе еще одно точно такое же здание. Учреждение строится по госпрограмме. Основная идея проекта – чем больше в регионе строится жилья, тем больше он получает денег на социальные объекты. Самарская область – один из лидеров по жилищному строительству. В микрорайоне «Волгарь» в этом году будет сдано больше 100 тысяч квадратных метров. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Капитальный ремонт идет по графику. План выполнили почти на 85%. В скверах восстанавливают и обновляют плиточные покрытия. Приводят в порядок ограждения. Из четырех скверов почти завершены два. Рабочие подготовили коммуникации для освещения системы автополива. Уложили плитку. Строители восстанавливают гранитный борт вдоль площади. При необходимости проводят бетонную заливку, чтобы укрепить плиты. На самой площади идет фрезеровка старого покрытия. Рабочие сняли 36 тысяч квадратных метров асфальта. Работы ведутся днем и ночью. Гарантии на капитальный ремонт площади Куйбышево 5 лет, но срок обслуживания в разы больше. Открыть ее обещают уже в конце октября. Уложиться раньше срока обещают подрядчики в Струковском саду. Сейчас работы выполнены уже наполовину. Строители проложили коммуникации для освещения и системы автополива газонов. Отремонтировали ограждения. Продолжают укладывать плитку. В октябре в парке начнут устанавливать новые скамейки, урны, вазоны. А также спортивное оборудование. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В Самаре началась реставрация памятника Чапаеву. Стоимость контракта свыше 13 миллионов рублей. Это первая реставрация памятника. Специалисты обновят сам постамент, мраморную плитку и гранитный пол. А также скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом группу демонтировать постамента не будут. Предстоит заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Красноармейская. Ее приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы начались в прошлом году. На участке от Урицкого до Максима Горького обновляют дорожное покрытие. Газоны, бордюры, наносят разметку. Уже привели в порядок ливневую канализацию и колодцы. Также здесь установят дорожные знаки и тактильную плитку. Сейчас работа на завершающей стадии. Степень готовности 80%. За качеством нового покрытия тщательно следят на всех этапах ремонта. Регулярно берут пробу асфальта и отправляют в лабораторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова